Дорогие товарищи, здравствуйте! Что-то меня сегодня потянуло поговорить, поразмышлять слух. Сегодня 29 августа. Кто не знает, тому напомню. Это последнее воскресенье августа. В этот день всегда при Союзе, а и сейчас, естественно, отмечается День Шахтера. Да, ребята, День Шахтера. Кто-то скажет, Серега, тебя потянуло уже с шахтером, ты же мент. Да, ребята, я мент, но к шахтерам я имею маленькое отношение. Я обслуживал шахтерский поселок. Поселок Заполярный, города Воркуты. А на территории поселка, естественно, была шахта Заполярная. Шахта номер 27, объединение Воркута-Уголь. Тогда был директор Мустафаев. Я помню, хороший мужик. Я потом немножко кое-что расскажу про него и связанное с ним. Ну, то потом. И вот по долгу службы мне положено было проверять склад буровзрывных работ на предмет хранения, безопасности. Вы понимаете, что там взрывчатка, динамит и так все прочее делалось такое. Раз в год участковый проверял. Я приехал на шахту. Меня послали на склад. Одели меня. Все сухенькое, чистенькое, новенькое. Каску белую, Итаяровскую, на меня одели. Сапоги такие классные, которые, если камень упадет, например, на пальцы, чтобы не подбивало пальцы. Ну, шикарная, конечно. Одежда шикарная. Зашел я в эту клетку, которая опускает людей туда, в шахту. Шахта, кстати, ребята, тысяча метров глубина, насколько я помню. Но я спускался всего лишь на 250 метров на второй горизонт. Ребята, когда начала спускаться эта клеть, я испугался. Меня аж приподняло, потому что такая резкость. Там такие тросы толстые. И то, ребята, были случаи, они обрывались, эти клети падали, погибали люди. Понимаете? Это очень опасная профессия. Очень опасная профессия. Ну, я спустился на второй горизонт, конечно, на горизонт. Ощущения были, конечно, ребята, вы такие интересные, интересные. Проверил все, поднялся назад из-за склада. Говорит, Сергей Николаевич, да забирайте себе эту одежду, за грибами будете ходить, там все прочее и так далее. Так что она мне подарила, взятку дала, взятку дала, конечно, понятно, жизнь из жизни. Тогда это было нормально. И с тех пор, ребята, я начал с уважением относиться к шахтерам. Если я раньше к ним относился, как и ко всем остальным, нарушил, получи, виноватый, будь добр, отвечай, то, после посещения шахты, я начал проходчикам, добытчикам, ну, те, кто работает там под землей, я к ним начал относиться совсем по-другому, ребята. Были случаи, я даже отводил, вот идет пьяный шахтер, да, и я знаю, что он с проходки, бедный, по нем видно, что он с проходки, на теле, на лице, черные такие вот эти самые, глаза, в углю, ну, ребята, это уже жуткая картина, скажу честно, это геройские люди, геройские люди, я бы и не выдержал, и у меня кишка слишком тонка, чтобы пойти в шахту было работать, почему я работал в милиции, хоть и там тоже кишка должна быть тонка, сами знаете, ну, кто понимает, кто не понимает, сказать, там менты, козлы, и так далее, и все прочее, ага, и я даже отводил этих шахтеров домой, привожу, там было несколько случаев, жена там встречает, или семья там, мать, говорю, ребята, забирайте своего родственника, ну, если он ведет себя нормально, если, конечно, хамил, то, естественный вопрос, ждал его КПЗ, и все прочее остальное, все санкции на него обрушивались так само, как на всех остальных, это, это профессия шахтеров, ребята, до такой степени опасная, что, я не знаю, я бы туда не пошел, и туда, как будто бы нормальный человек, и не пойдет, ну, так, мнение такое, и говорят, туда идут работать только те, которым уже некуда идти, идут в шахту работать, нет, ребята, это неправда, я встречал там таких людей, по два образования высших, они работали проходчиками, понимаете, это вот состояние души, наверное, зависит, от характера, я не знаю, от чего это зависит, но люди были, вот Юра Плотников, мой дружанька, мы дружили с семьями, я потом, когда я расскажу, как я с ним познакомился, два высших образования, одно какое-то образование связано с космосом, я вам серьезно говорю, это умнейший человек, работал обыкновенным рабочим проходчиком, я, конечно, многих знал, со многими общался, сейчас уже фамилии у некоторых уже затеряны, тем более, я самое что плохое, когда переезжал с Воркуты в Смоленск, не взял с собой картотеку, если бы картотека была, конечно, оно проще, когда записано, ты освежил память и ты будешь помнить долго этих людей, ну, я помню Левченко Олешку, ну, как помню, я по Воркуте его не помню, я его помню уже здесь, он живет сейчас в Одессе, жил в Первомайском, он меня помнит как участкового, мы с ним встречаемся, Олешка, бывший шахтер, молодец, Олешка, эти аплодисменты,